Всем привет! Вы на канале Marus Live! Сегодня решили по такой классной погоде прогуляться, рассказать вам о смене работодателя Чехии, конкретно по трехмесячной визе. Почему решили затронуть эту тему? Потому что очень много получаем запросов и сообщений от наших подписчиков, от наших зрителей, просто от обычных людей, которые интересуются, как правильно поступить, как правильно сменить работодателя уже в Чехии, ну и конкретно по трехмесячной визе. Вот реально был один из последних случаев, когда обратились ребята, сразу сакцентировали внимание, что они наши подписчики, они первый раз поехали на работу в Чехию, они заплатили по 170-200 евро плюс-минус за вакансию своему посреднику, который их просто бросил, грубо говоря, передал их другому агентству, либо другому посреднику, и, по сути, они не попали на ту вакансию, которую им обещали. Обещали им, конечно, классные золотые горы, да? Они приехали на ту же агентуру, которую рассказывала, которая посредник, агентура их забрала, встретила и сказала, что, ребята, условий таких, как вам обещали, нет, есть не 150, кроме часа, а 110, и это не работа на складе, как им обещали, а работа где-то на заводе, типа, столярки или бруски, какая-то пилорама, короче, другая работа, другие условия. Нелегкая, как обещалось, и нет там миллиона часов, как обещали, нет там 40 тысяч чистыми, так же, как обещали, поэтому попали ребята в такие условия, как бы, минимальные, и не самые лучшие по оплате и по всем остальным. Что делать в таких ситуациях? Ну, понятно, что в первую очередь ребята решили обратиться к нам, да, вот сразу сакцентировав внимание на том, что они наши подписчики и так дальше, помогите, и все такое. Это не только ребят касается, это касается и еще других людей, которые следят за нами, смотрят вакансии, подписаны давно, спрашивают об этих вакансиях, потом в итоге пишут, а они вот сделали визу, а я вот не попал туда, куда мне обещали, а что мне делать? Да, ребят, тут, конечно, все классно, но почему вы задаете этот вопрос уже конкретно к нам, если вы нам в первую очередь не доверяете, это первое, потому что вы пошли к какому-то проверенному, якобы, посреднику, либо агентству, обратились... Которая навешала 400 часов в месяц, по 150 крон в час, бесплатное жилье, часов в миллион, а по сути мы попали на такие же условия, которые предлагает наша агентура, и которая привезет вас, даст работу от 110 крон и до 160 крон, но вы ничего не заплатите за это. Да, ну, вы, естественно, заплатите этот залог, который по отработке визы получаете обратно, то есть в этом проблем вообще никаких нету, и мы работаем по такой системе уже давным-давно, и вопросов с этим нет и не было ни разу. Но, опять же, если вы приехали и уехали, и там вам что-то не понравилось, вам не предоставили там ту работу, которую вы хотели, хотя мы об этом говорим сразу. Разница в том, что когда мы делаем документы, когда мы берем человека на оформление, то мы сразу предупреждаем, что, возможно, вы не попадете на ту работу, которую вы хотите, и не надо рассчитывать только, вот я приеду только туда, и буду работать только там. Вы приедете и скажете нам, да вы ж, а шо, а я шо, не буду там работать, а мы предупреждаем сразу всех, что да, возможно, вы туда не попадете. То есть мы не обманываем, мы не рассказываем в красках, как классно поехали, вы попадете туда, будете работать по часов, по часов. Нет, мы обещаем стандартную 8-часовую смену, если есть на заводе работа, и вам предложат при час, пожалуйста, работайте, но никто вам не обещает 300 часов в месяц. Мы не обманываем, не приукрашиваем, мы рассказываем, как оно есть на самом деле, как едут ребята и рассказывают это нам, а мы транслируем это вам. Да, к сожалению, получается, что мы озвучиваем всем горькую правду, а по итогу никому она не нравится, и люди думают, блин, да я же там ничего не заработаю, я приеду и получу какие-то плохие условия, я не получу тех заработков, которые я хочу. Ну, ребят, мы вам сразу говорим, как оно есть. То есть да, может, это не самые лучшие, но это самые честные условия, и для первого раза, если вы хотите поехать, и хотя бы какую-то там возможность заработать тех же денег, спокойно все это можно реализовать через меньшие затраты, чем вы там поверите какому-то незнакомому посреднику, который вас собьет деньги, и по итогу получите аналогичную такие точно условия. Дарплата, не аналогичные условия. Минимальная, отработанные 8 часов, 110 крон в час. Смысл? Смысл в этом всем. И мы, получается, по кругу топчемся, уже много раз об этом говорим, и много раз вам озвучиваем, что, ребят, если вы есть нашими зрителями, если вы подписчики нашего канала, пожалуйста, бесплатная возможность поехать на 3 месяца в Чехию. Она существует, она есть. Поэтому смело обращаемся, мы вам все расскажем, покажем, распишем все условия, как есть. Ну, покажем, имеется в виду наши условия. где вам приезда. Информацию, которая у нас есть, мы предоставляем. Если мы не дали фотографию какого-то жилья, извините, у нас его просто нет еще. Либо есть жилье, но как бы, ребята приехали работать, а не фоткать нам жилье, поэтому... Да, есть возможность получается скинуть, нет возможности, к сожалению, не получается скинуть. Кому мы ведем это все? К чему мы это все рассказываем? К тому, что вы на нас подписаны, нам, получается, не верите, думаете, что мы какую-то лажу рекламируем, делаем какие-то непонятные вакансии, слушайте каких-то посредников в Украине, которые работают на это же, бывают, даже на эту же агентуру, но берут еще сверху 200 евро. А по факту получаете то же самое. Это даже бывает даже хуже. Да, но если это другая агентура, конечно, взяли 200 евро и приехали, агентура сказала, ну, ребят, извините. Поэтому, ребят, проверяйте агентуру, подумайте, 300 раз, стоит ли ехать через какого-то там Васю, Петю, который берет 200 евро, не знаю, мне кажется, что это очень большая цена за трехмесячную визу сразу, но опять же, это... Это дело ваше. Дело ваше. Мы вас не заставляем, мы вас не призываем. Есть агентуры, которые действительно берут 200 евро, но они дают заработать, дают бесплатное жилье, дают работу и не кидают. Да, есть. Есть такие агентуры. Опять же, обращаться нужно к проверенным людям, которые там были или которым Вы доверяете, которые не обманут Вас, которые с Вами на связи, они как какие-то посредники, которые Вам продали вакацию и все. А самое главное, потом теряются от Вас, морозятся и не отвечают. И Вы тоже об этом же нам пишите и говорите, блин, от меня отморозился, он молчит, ничего мне не говорит, но деньги взял. Круто? Ребят, и возвращаясь, в принципе, к теме смены работодателя в Чехии по трехмесячной визе, какие реально у Вас остаются варианты? Значит, первый вариант это либо остаться на этом работодателе, на котором Вы приехали работать, который прописан официально, легально у Вас по документам, на тех условиях, которые он уже диктует. Это первый вариант. Второй вариант это, конечно, нелегальное трудоустройство, то есть найти агентуру, которая Возьмет Вас со старыми документами. заинтересована будет Вас, она закроет на это глаза, ну, естественно, может получить за это штраф и могут Вас при этом депортировать, если вдруг, конечно, Вас поймает, хотя многие так делают и многие не боятся так делать. Потому что выбора нет. Потому что, да, вариантов нету, времени мало. И третий вариант это ехать домой в Украину, при этом найти параллельно другую агентуру, которая Вам подготовит быстренько документы и даст Вам эти документы, чтобы Вы могли их подать в визовом центре, там, в Киеве, в Харькове, в Одессе и так дальше, чтобы получить новую визу на остаток дней. Но этот вариант, конечно, вообще никто не использует, потому что это очень затратно и по деньгам, и по времени, да, хоть и легальный. Поэтому многие, многие делают вариант в два, это нелегальное пребывание здесь, идут на другие условия. Некоторые агентуры параллельно делают документы в течение месяца уже здесь, в Чехии, меняют работодателя, так сказать, и тогда уже Вы пребываете здесь легально, официально. Опять же, если агентура захочет это делать. И тебя занимается она этим. Так что, ребят, давайте, вам всем удачки, включайте мозг, уже пора, потому что ситуация уже требует это делать. И обращайтесь уже к проверенным работодателям и агентствам. У нас, в принципе, все. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.